всем привет с вами я дмитрий резко вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня пройдусь по испанской кухне хотя на самом деле фрикадельки такого рода можно вполне отнести и к русской и немецкой и французской какой угодно кухне да и странно ожидать от испанцев да и тех самых немцев французов каких-то принципиально отличных от россиян вкусов с чего бы продукты те же самые то же мясо тоже рыбы те же самые овощи и крупы есть конечно же некоторые региональные отличия но они на самом деле не слишком велики и так сегодня в меню буенуэллос де покалао консальсе агрипиканте или по-русски фрикадельки с острым соусом мне понадобятся филе трески всю ночь размораживал в холодильнике лук чеснок петрушка или кинза яйца панировочные сухари и масло для фритюра но для соуса насыщенный мясной бульон мед томатная паста чили перец соль и рисовый уксус причем рисовый уксус можно заменить каким-нибудь ароматным вкусным яблочным или таким же вкусным винным мед можно общение брать взять сахар короче поехали рецепт совсем простой треску нарезаю кусочками для удобного измельчения на мясорубке ли в блендере лук также чеснок на несколько кусочков чтобы быстрее в труху разбился и петрушку нарезать помельче для того же самого все складываю в чашу измельчителя соль перец яйцо и немного пожужжать замечательно надо до кремообразного состояния чтобы фрикадельки были очень нежными а теперь смешать все с панировочными сухарями чтобы вязкость улучшилась чтобы фрикадельки лучше держались не разваливались а теперь быстренько формируем фрикадельки отправляем их в холодильник на полчасика пока они охлаждаются и дожидают своей участия займусь соусом в кастрюльку отправляется бульон и томатная паста надо довести до кипения перец очистить от семян и нарубить бульон вскипел вскипел отправляю сюда перец мед немного соли и рисовый уксус и надо проварить минут пять при таком среднем кипении для того чтобы острота перца распространилась по всему соусу я пока воду для риса буду греть на гарнир гуниолосом хочу рис приготовить вот на этом этапе соус надо пробовать и в зависимости от ваших вкусовых пристрастий добавлять либо соль либо перец либо уксус либо мед либо сахар короче в результате нужно получить очень вкусный острый кисло-сладкий соус острый кисло-сладкий причем вкусный именно в первую очередь для вас вы же для себя готовите поэтому на пропорции по ингредиентам точные внимание не обращайте все готов пусть остывает если хотите соус немножко загустеть можно взять чуточку крахмала развести в небольшом количестве холодной воды и влить соус проварить минутку-две и вуаля готова так соус не готов подожду еще минуток двадцать пока фрикадельки окончательно остынут так что у меня перерыв масло уже разогрелось выкладываю фрикадельки они маленький как только слегка подрумянится значит готовы когда они обжавятся сразу укладываю на салфетку чтобы лишнее масло впиталось собственно на этом почти все вот такая испанская штука с явно видимыми на мой взгляд азиатскими корнями у этого рецепта так ну и дайте-ка мне фрикадельку смотрите какая она внутри красота нежнятина нежнейшие рыбные фрикадельки с кремовой структурой текстурой и в таком сладко остром очень пикантном соусе но класс я еще до половины тащу извините не могу держаться а бомба бомба это это не похоже на рыбные котлеты это более нежная штука чем рыбные котлеты в принципе наверное из такого фарша можно попытаться их сделать но котлетки большие достаточно большие и они есть их делать из настолько нежного кремообразного фарша они будут разваливаться а маленькие все-таки худо-бедно держат форму и обжаривание во фритюре фритюр горячей температуры 160 170 градусов нужно выдерживать он очень быстро схватывает поверхность на этой фрикадельки этого бунюэллоса этого пончика испанского и не дает развалиться это очень классно и вкус основной вкус придает как раз таки поджаристые краешки чем меньше размер этих фрикадель тем соответственно меньше объем внутри не поджарено и тем больше площадь каждой фрикадельки по отношению котлете занимает поджаренные поверхности которые придают вкус это очень классно обязательно приготовьте напоминаю вам что по промокоду фреска вы можете получить очень приятную скидку на наши самура любых серий я ему пользуюсь они мне нравятся чтобы вы мне там не говорили это удобно практично и прям классно спасибо за компанию всем пока